Есть ли жизнь с обратной стороны эскалатора? Нет, нету. Там всякие механизмы. Вот, и страшно очень. Конечно, есть. Да, там живут тараканы. Я с ними общалась когда-то в детстве. У нас был такой момент. А теперь тараканы где живут еще? Конечно, нет. Нет? Нет. Думаю, нет. Конечно, насекомые. И бактерицидные. Я не знаю. Да, есть, конечно. Ну, там электрики живут. Конечно. Обязательно. Люди. Живут. Само собой есть. Бомжам же надо где-то жить. Почему все читают в туалете? Скучно. А где еще больше? Времени нет. А в туалете? Есть. Время подумать. Ну, наверное, потому что мешают. А в туалете у них свободно. Можно прочесть то, что они хотят. Но другие места времени не остается. И желание может быть. Приятно, наверное. Что? Интересно. А что там еще делать? Что там еще делать? Зато не скучно. Не, ну время провести. Я не знаю, как. Ну, от нечего делать. Ну, как нечего? Ну, время свободное проводят. Сидят и читают. Да. Там заняться больше нечем. А почему все? Не все. Я думаю, что не все. Я не читаю. Почему йод есть в периодической таблице Менделеева, а зеленки нет? Потому что она синтезирована. Из нескольких компонентов. А йод это йод. Это один компонент. Это какое-то синтетическое такое средство, которое не имеет формулы. Зеленка? Ну, не имеет, наверное, вот как изобрел Менделеев йод, да, там же входит туда в состав всякая такая таблица. Да. То в зеленку, наверное, синтетика входит больше. Не натуральные вещества. Я так думаю. Почему зеленки нет? Первое, что... Ничего не приходит. Ну, йод это химический элемент, а зеленка это раствор. Ой, ну что за вопрос? Я даже не знаю, как отвечать, серьезно, или... Мне кажется, что яблоко, которое упало Менделееву на голову... Это Ньютон был. Здрасьте. А, бля. А зеленка не используется. Почему Фаберже, на ваш взгляд, не делал золотые носы и, там, бриллиантовые руки? Яйца ему были ближе. Он любил яйца. Почему? А может, ты делал? Почему не делал? Нет, яйцо делал. А яйцо? Ну, с яйцами проще. Оно кругленькое. Есть где разгуляться. А кто такой Фаберже? Подождите, посмеюсь. Почему Фаберже? Он же великий художник. Так он и делал, наверное. Я не знаю. Ну, дело самое дорогое, что у него есть. Можно ли считать холодным оружием пистолет, который лежит в холодильнике? Спасибо. Наверное, можно. Не, ну, если так по лбу дать, так под холодное оружие пойдет. Конечно, можно. Он же охлажденный. Нельзя. А хотя, если он там заряжен, то, я думаю, можно. Конечно. Он же будет стрелять холодной пулей. Да. Им можно ударить. Не готов ответить.